У меня сегодня на столе легендарная камера Canon 5D Mark III Хочу сразу сказать, что это видео не является обзором Это такое маленькое знакомство с профессиональным оборудованием Которое именно представлено в этой модели 5D Mark III Компании Canon Здесь идет оптика, сразу скажу, 24х70 С помощью нее я сделал несколько снимков И они мне очень-очень даже понравились Выглядят очень неслабо, сильно для начинающих фотографов Я не буду описывать всю камеру, все возможности Потому что я до сих пор не знаю всех ее возможностей Но как простой любитель расскажу, что мне здесь нравится Какими кнопками я пользовался У меня вот она несколько дней Я сегодня ее отдаю, к сожалению Или к счастью, потому что себя дразнить Такой замечательной камеры не хочется Камера просто-напросто потрясающая Вот моя камера, которой я пользуюсь Нет-нет, беру в какие-то путешествия с собой Это камера для начинающих Canon 1100 Она у меня с 2012 года Пользуюсь активно Оптика у меня здесь идет получается 10х18 Широкоугольная оптика В принципе для начинающих это вполне даже нормальный аппарат И уже длительное время пользования Уже есть тяга к более профессиональному оборудованию Где картинка будет намного получше Где есть получше процессор Где есть побольше матрица Конечно, переходить с Canon 1100 на вот эту камеру Это, конечно, слишком шикарно Но, тем не менее, 5D Mark III Очень хорош для меня, как для любителя Если бы позволяли бы деньги Мне кажется, можно было бы приобрести эту камеру Что мне здесь понравилось? Во-первых, очень удобный и практичный корпус Здесь прорезиновое покрытие Камера очень удобно лежит в руке Здесь есть LCD-дисплей Экран, к сожалению, не сенсорный Не реагирует на касание Кнопка включения-выключения находится слева Очень непривычно Потому что я на камере 1100 привык Беру камеру в руку И сразу здесь включаю саму камеру Включить-выключить И здесь сразу одной рукой настраиваю режим, который мне нужен Обычно я использую режим без вспышки Для меня, как для любителя, вполне хватает Одной рукой 1100 очень даже удобная камера Включить-выключить, настроить и так далее Для быстрого включения и сделать пару снимков Очень удобно К сожалению, в 5D Mark III такой возможности нет Включить-выключить одной рукой не получится Здесь нужно будет включить слева Справа уже кнопка затвора Вот она находится здесь Очень удобное колесо навигации по меню Это кнопка, если не ошибаюсь Для перемещения в случае увеличения снимка на экране дисплея Кнопка увеличения снимка на экране дисплея находится слева У меня сейчас здесь нету карты памяти А вообще слот для карт памяти находится справа Здесь вот кармашек есть такой Здесь два слота Одно просто карты SD И другое побольше Я не помню какой формат Аккумулятор находится снизу В правой части Такой кармашек И вытаскиваем Вот сам вот так выглядит аккумулятор Затем кнопка блокировки находится вот снизу Лок И кнопка Q Для запуска быстрого меню Режим видеокамеры включается здесь сбоку Здесь камеру включаем Вот такой вот идет обзор И непосредственно фотокамеру Видеокамера старт Запись пошла И фотокамера находится здесь вот На уровне правой руки Подсветка меняется с помощью этой кнопки Также рядом соседствуют кнопки дополнительных настроек Для фотосъемки Для любителя здесь вполне в принципе все ясно Кнопка меню Навигация по меню происходит с помощью этого колеса Также есть навигация среди дополнительных строк меню С помощью вот этого колеса Вот так происходит То есть очень удобное меню Допустим заходим на качество Нажимаем сет И здесь меняем качество съемки По поводу настроек видео По поводу настроек видео Смотрим 60 кадров в секунду Full HD То есть в основном я использовал Вот эту настройку 60 кадров в секунду Картинка плавная Очень качественная Если не ошибаюсь На эту камеру снимали одну из серии Сериала Doctor House То есть многие клипмейкеры даже используют эту камеру Видеомейкеры тоже используют эту камеру Именно для видео Несколько для фото Сколько для видео То есть здесь башмак сверху Она очень функциональна Здесь есть много оборудования Там стабилизаторы подключаются Все просто-напросто Эта камера заточена тоже под видео 60 кадров в секунду Full HD картинка Конечно здесь нет 4К Но спрос на 4К Я вот не мониторил К сожалению Для меня это не принципиально 4К съемка Очень озадачила кнопка смены режима Вначале я не мог ее здесь шевелить Сменить режим Я вообще не знал какой сейчас режим включен Пока не увидел вот эту белую линию И понял что нужно нажимать на эту кнопку посередине И колесико у нас получается двигается Тем самым мы меняем режим У меня во время работы с этой камерой Стоял автоматический режим А плюс получает Еще дополнительные у нас функции Ввода, вывода какой-либо информации Там звук, микрофон Все можно подключить слева Здесь также есть разъемы Разные HDMI получается Наушники можно подключить Выход AV-OUT цифровой Вспышку подключить И подключить пульт Если не ошибаюсь Вот так вот Выполнено Слева Итак Общие впечатления по камере Canon 5D Mark III Положительные Очень понравилась эта камера Говорю как пользователь Canon 1100 Камера для профессионалов Для любителей Если любители могут себе позволить Купить такую дорогую камеру Такую дорогую оптику 24 на 70 То Почему бы и нет Если позволяет бюджет То можете воспользоваться Дальше учиться Чему-то там развиваться Конечно Шедевры можно делать И этой камерой Да Но приятнее делать шедевры Конечно Более профессиональным оборудованием Коим является Камера Canon 5D Mark III Поэтому ребята Камера мне очень понравилась Очень положительные впечатления Просто супер Ставлю ей лайк Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!